А нельзя было просто меня нахуй послать, блядь, в ад куда-нибудь? Вот просто, вот просто сказать, иди нахуй, юбящий, я бы отвалил. Я бы быстро отвалил, я привык, я бы... Я привык вам, русские женщины, вы шлете нахуй мужиков в ад, куда угодно, вы говно. Хуже женщин России нет, людей вообще нет, на свете нет людей. И потом вы с иностранцами добрые, а со своими русскими вы очень жестокие. Вот, я в полной жопе, друзья, сейчас мне будет мстить. А Анечка, эта ебанутая тварь, конченая, блядь, больная садистка, которая... Вот звонит мне еще одна больная, блядь. Да, уже дома, но сейчас ко мне мусоров пошлют, не волнуйтесь, конечно. Сейчас мне устроят адский пиздец, не переживайте. Вот, у меня украли документы, деньги, все это спасибо, Анна Зиберману, пиздал, вот ты, Анечка. Спасибо тебе, милая. Ну, спасибо, дорогая. Счастья тебе этому, иди нахуй, гадина. Да вы меня убьете, тебе, ну убейте. Поставьте лайк, если вы это еще не сделали. Подписывайтесь. Пизда, вонючая, гадская пизда, не звони мне. Я буду материться в этом эфире и в других далее. Идите вы все нахуй, пидоры и говно. Потому что вы все и есть, пидоры и говно. Дети шлюх. Вы. Знаете почему? А потому что, когда началась война с Украиной, когда ваш главный пидоренок начал бомбить Украину, вы, пидоры, сыновья шлюх, вы все это поддержали своим ебаным молчанием. Вы говно. Вы все говно. Сдохните. И дай боженька мне сдохнуть, не дожить до утра. А что касается тебя, Анне Зиберман, будь ты проклята, гадина. Из-за тебя ты натравил на меня этих пидоров. Один пидоренок русский, второй грузин. Я прекрасно понимаю, да. И у меня телефон не работал. Конечно, дочка Собянина. Вы можете меня убить или отъебаться от меня? Вы гниды. Я же к вам не лезу. И к тебе, Анечка, ебаная тварь, я не лезу. Ты такая жестокая гадина. Я не ожидал. Я не ожидал. Ты жестокая тварь. Убей меня. Убейте меня, вы все бляди. Хватит. Не смотри, говно. Я буду материться. Я буду материться. Я буду, блядь, снимать дальше. Потом Анечка ко мне мусоров пришлет. Так будет наверняка. Какое-нибудь говно будет. Потому что, знаете, хуже русских женщин людей нет. Это просто... Вот шлюха какая-то русская мне звонит. Я не лезу никому. Я получил хуевую тучу всего. Представляете, Анечка, девушка, решила проверить. А крепкий ли я чувак? Правда ли я форте бенек служил? И натравила на меня двух ублюдков молодых. Грузина и русского. Грузин мне ударил в голову. Я хочу сказать, что если мне один раз в голову ударишь, я могу умереть. Но Анечке по пизде на это. Аня Зельберман. Анечка, спасибо. Вот. Этот ёбаный грузин в метро Коломенской меня ударил. Я получил. Потом я этого грузина в утиле отправил. Потом русский его друг. Русский грузин, блять, братья, на век. Говно. Вы черножопом жопа лижете. Русские. Пошел на меня русский. Я русского положил. Вот. Ну, и нежно положил. Я его не бил. Я его просто вот так вот смяло, уложил. Говорят, ты что, больной? Говорят, ебитесь от меня. Они украли у меня рюкзак с вещами. На станции метро Коломенской. Аня. Анечка. Спасибо. Спасибо. Это на твоей совести, гадина. Знаете, если у вас женщина по имени Анна, бегом бегите. Бегом, брат. Беги, беги, брат. Бегом от неё. Это просто пиздец будет впереди. Вот. И Валерия, кстати, от Валерии. Бегом беги, брат. Вот. Из Валерии у меня вот вся грудь поломана. Девять ребер и грудина поломана. Вот. Ни с одной из русских пёс дела не иметь. Запомни. Слышь, пизда, Лариса, не хочешь, блять, сука, не смотри. Я буду материться, блять, ёбаный в рот, сколько хочу. Не нравится, пизда, не смотри. Сегодня я, мать твою, пизда, буду материться, как я хочу. Аня, спасибо, сука, за всё. Я получил достаточный урок, гадина. Гадина, 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 гадина. Вы все гадины, поганые гадины. Убейте. Теперь, Анечка, конечно, благодаря своим родственным связям натравит на меня полицию, ФСБ и прочее говно. Конечно, я и так вишу на волоске, благодаря Аниной милости. Но знаешь что, Аня? Иди в пизду, сука, посадите меня к Яшину, гадина. Анна Зильберман, запомните, палач мой палач. Будьте вы все прокляты, суки. А если вы не сука, поставьте лайк. О, походу, тут только суки. Мне какое-то говно пишут, какие-то, блять, комментарии. Захарыч, Аня, это, походу, медовая ловушка по твоей душу. Да, походу, Аня, да, и есть. Ну, то есть обман, зло и подлость. Аня, ты такая гадина. Вот, я сейчас повторю, еще раз заявляю. Два часа назад на меня, благодаря Ане Зильберману, напали два человека. Один грузин, второй русский. Украли у меня рюкзак с моим паспортом. Там были какие-то мои копейщики накранченные у вас, дорогие друзья. Ну, всем похуй, всем по пизде. Это мы в такой ебучем месте. Меня сейчас, я закончу говорить, сразу придут пидора-мусора. Меня там эта швабра в жопу засунут. И мне, пиздец, с кем вы ставили? Слышь ты, Андрю, твоя мать шлюха, пидор, говно. Блять, будь ты проклят, сын шлюхи. Мне все равно. Я вас всех ненавижу, говно. Вы все говно, как и я. Если вы со мной согласны, поставьте лайк. Аня, самое блядское имя, имя шлюхи, это Анна. Погань, будь ты проклята, Анна. Будь ты проклята, блять, поганая, сука. У меня нет теперь ни зарядки, ни паспорта, нихуя. Анечка, спасибо, милая. Анна Зильберман. Запомните это, блять, поганое имя. Анна. Хуже, блять, Анны нет на свете никого. И пусть здесь, в этом ебучем городе, в этой ебучей русне, вместе с ебучей мной, все наконец-то сгнет. И будьте вы прокляты, каждый из вас. И ты, Ваше, будьте прокляты, и ты, Ася, будьте проклята, и ты, Леся, будьте прокляты, и вы все, будьте вы прокляты. Все, кто увидел, еще увидят мой эфир, будьте вы прокляты. И убейте меня, наконец, куски говна. Но только нормально, а не так, чтобы я мог отбиться, как в очередной раз. Вы такое дешевое говно. Аня, ты дешевое говно. Аня, ты дешевое говно. Аня, ты дешевое говно. Продолжение следует...